Это новость на телеканале Губерния 33 в студии Ксения Садова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях дня. Этой ночью во Владимирскую область придет снежный циклон. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть максимально осторожными, а также выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. На дорогах образуется гололедица. Неблагоприятные условия сохранятся и завтра утром. Ожидается и метель. Сегодня ночью скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 12. Завтра днем тоже морозно от минус 5 до минус 10. Почти на неделю в центре Владимира перекрыли дорогу. Речь идет об участке вдоль дома номер 29 на Большой Московской. Здесь расположен Центральный банк России и областное управление инкассацией. В мэрии областного центра уточняют ограничения, связанные с ремонтом на трубопроводе. Работы начались еще накануне. Проезд на участке откроют не раньше пятницы, 24 ноября. Поэтому автовладельцам придется искать альтернативные пути объезда. На Международной выставке «Россия» в павильоне Владимирской области прошли дни Вязниковского района. За два дня экспозицию посетили более 15 тысяч человек. Для гостей провели мастер-классы и познакомили с историей города Вязники. Чем еще удивляли организаторы, расскажем прямо сейчас. Знакомиться с Вязниковским районом посетители Международной выставки «Россия» начали уже с порога. Музыканты исполняли классические русские народные композиции и, конечно же, бессмертные хиты легендарного поэта-песника Алексея Фатьянова. За считанные минуты площадка рядом с павильоном 33-го региона превратилась в концертный зал. Песни, конечно, к сожалению. Какие-то отдельные куплеты помнятся, какие-то нет. Вот сейчас стоим с подругой и говорят, плохо что мы не знаем совсем в нашей песне. Ну, а мелодии, конечно, знакомые. Стенд, посвященный Владимирскому краю, узнать можно издалека. Арочные своды напоминают об уникальном памятнике 12-го века церкви Покрова на Нерли. На входе сразу приковывает взгляд и миниатюра нового вантового моста через Аку на трассе М-12 в Муроме. В его открытии принял участие сам президент России Владимир Путин. При строительстве впервые применили уникальные технологии. Была применена технология непрерывного бетонирования с применением скользящей опалубки. Технология похожа на технологию 3D-принтера, которая позволила сократить сроки строительства с года до 4 месяцев. Также гости приняли участие в мастер-классах по художественной вышивке и традиционной мстерской лаковой миниатюре. В середине 20-го века шкатулки создавали из папье-маше, а для росписи художники использовали специальный состав. Прошло больше 90 лет, но технологии прошлого века бережно сохраняют мстерские мастера. Художники расписывают темперными красками, а связующее звено – это яичная эмульсия. Берется желток, разводится с водой наполовину и туда капают капельку уксуса, чтобы она не портилась. Поражали гостей выставки необычными историческими фактами. Как выяснилось, именно в Вязниках археологи нашли останки доисторических животных. В Вязниках проводились несколько раз раскопки, где были обнаружены древнейшие останки звероящеров пермского периода. А уже потом от этих звероящеров пошли все динозавры, которым нам показывает массовая культура. То есть действительно Вязниковский край по сути – это даже не родина, а прародина динозавров. На ВДНХ представят и другие районы Владимирской области – Суздальский, Гороховецкий, Юрьевпольский. А знаковым событием станет День региона. Его проведут 14 января в соседнем павильоне Доме российской кухни. Мы будем устанавливать рекорд с Покровским пряником. Это будет самый большой пряник, и мы планируем установить рекорд России. И с ним можно будет его тоже попробовать. Мы будем представлять гастрономический потенциал региона, где будут лучшие шеф-повара готовить наши региональные блюда, нашу локальную кухню. И тоже можно будет в Доме российской кухни их попробовать. Восхищают масштабами экспозиции соседних регионов. На стенде Ивановской области посетители могут прокатиться по центральной набережной города. Власти Пермского края представили робота-арди. Он может передавать свыше 600 человеческих эмоций. А центральным элементом павильона Рязанской области стал воздушный шар-экспонат интерактивный. Свои достижения в экспозициях на ВДНХ представили все 89 регионов. Посетить их можно совершенно бесплатно в любой день со вторника по воскресенье. Ксения Садова и Артем Михайлюта. Подразделениям лесной охраны 33 региона передали новый автомобиль «Урал». Современную технику закупили по решению губернатора Александра Авдеева. Ведь в этом году область показала хорошие результаты. Количество лесных пожаров снизилось на 75%. Действительно, мы выполнили все федеральные показатели по тушению. Но на месте не останавливаемся. Для этого по рекомендации МЧС закупили данный насосно-рукавный автомобиль, на который губернатор выделил деньги. Итак, мы уже оснащены с 2019 года достаточным количеством техники. Но предела нет. И с каждым годом мы стараемся докупать то, чего еще необходимо. Новый автомобиль передали в Ковровский район. Он будет обслуживать территорию на востоке и юге области. Там находятся хвойные леса, которые больше всего страдают от пожаров. Автомобиль-насосно-рукавного типа у подразделения лесной охраны региона появился впервые. Кроме того, машина имеет высокую проходимость. Раньше помогали коллеги из МЧС. Либо мы это решали как-то, скажем так, в 2-3 технологических процесса. Сегодня это возможно сделать путем одного автомобиля. То есть он способен забирать воду из открытого водоема, на расстояние подъехать 8 метров, из открытого гидранта, из реки, из пруда и подавать ее на расстояние 2 километра. Либо заправлять автомобили, либо строить там новую магистраль и решать задачи. То есть это вот несколько иной подход, который и сократит время реагирования на пожар, и соответственно уменьшит площадь. Борьбу с пожарами и авиамониторинг возгораний Владимирский лесхоз ведет вместе с подразделениями МЧС. В следующем году в регионе нужно будет усилить работу по защите от огна деревень и сел. Так считает начальник регионального управления МЧС Алексей Купин. Именно в этой сфере нужно еще очень много делать. Поэтому здесь максимум мер, мероприятия в планах различных по усилению пожарной безопасности предусмотрены именно в контексте защиты населенных пунктов, садовых, дачных и коммерческих образований. То есть там нужно защищать имущество граждан, жизни людей. В Гусь-Фрустальном открыли обновленный филиал центра занятости населения. Ремонт помещений, оснащение рабочих мест, обновленный дизайн – не единственные изменения. Преобразования коснулись и самого процесса предоставления услуг. С новинкой познакомились мои коллеги. В Гусь-Фрустальном презентовали обновленный центр занятости. Реконструкция прошла в рамках комплексной модернизации службы занятости населения нацпроекта «Демография». Красную ленту перерезают министр труда и занятости населения Владимирской области и главы Гусь-Фрустального района и города Гусь-Фрустальный. Затем для всех проводят экскурсию. Для Евгении Сиразовой, которая посвятила работе в этом кадровом центре 18 лет, изменения колоссальные. Стало значительно комфортнее, удобнее. Очень красивое помещение, светлые яркие стены, хорошие компьютеры, планшеты для клиентов. В центре оборудовали конференц-зал, комнату для обучения студентов и места для работы с психологом. Теперь здесь не просто оказывают услуги, но и решают множество проблем. От составления резюме до совместного выезда к работодателю. Помогают и предпринимателям. Например, составить список актуальных вакансий. Я вижу свою деятельность дальше предпринимательством, поэтому работа с данной сферой очень полезна. Нужно будет находить кадры для работы и в дальнейшем сотрудничать с данной сферой. Изменился и подход к оказанию услуг. Теперь 70% обращений цифровизованы. Любой забытый соискателем документ сотрудники могут подгрузить из единого портала госуслуг или портала работы России. Сейчас мы смотрим на нашего клиента не с точки зрения «пришел, сделали автоматическую работу», а «пришел, мы действительно помогли трудоустроиться, определиться занятостью, выстроить карьеру». Если мы говорим о клиенте нашем как гражданине или если это работодатель, обязательно решим проблему по удовлетворению его кадровой потребности. Владимирская область – одна из 17 регионов страны, которые вошли в проект комплексной модернизации службы занятости. Всего на их совершенствование было выделено около 200 миллионов рублей. Об эффективности новых кадровых центров рассказал Андрей Григорьев, министр труда и занятости населения региона. Если брать по безработице в целом, по региону, она у нас самая низкая в ЦФО, 3000 безработных стоят у нас на учете. В основном это предпенсионеры. Если брать разделение между мужчинами и женщинами, то мужчин 39% стоят у нас на учете. С начала года за трудоустройством в Гусевский центр обратились более тысячи человек. Сейчас в нем заявлено свободных 836 вакансий и зарегистрировано только 379 безработных. В центре занятости мне помогли составить заявление для признания меня безработной, а в данный момент помогают составить резюме для более продуктивной и эффективной работы. Сейчас еще 14 центров занятости Владимирской области находятся на стадии модернизации. Работы там обещают закончить до конца этого года. Татьяна Гордеева, Марина Елькина и Татьяна Семенова. Во Владимире участники первого потока начали обучаться в школе блогеров. Образовательный проект создали по инициативе губернатора Александра Авдеева. Чему учат в школе блогеров и когда стартует второй поток, подробности расскажут мои коллеги. Свет – важнейший элемент. При видеосъемке об этом не понаслышке знают спикеры продюсерского центра. Во Владимирской школе блогеров именно они освещают техническую сторону создания медиаконтента. Мы включаем кольцевую лампу. Да, вот здесь мы выбираем яркость. Здесь мы выбираем оттенки. И наставляем. Век цифровых технологий поток информации почти непрерывен. Чтобы заинтересовать самого искушенного зрителя, сегодня важно учитывать способы подачи контента. Мы все с вами сейчас живем в век информации. Ее много и в газетах, и в экранах, и особенно в интернете. И очень важно уметь и отличать достоверную информацию от фейковой. Уметь создавать интересный контент. Уметь продвигать важные не только личные, но и социальные идеи. Чтобы обучающий курс получился информативным, его разделили на четыре блока. Первый – технический. Во втором – экспертам своими знаниями делятся блогеры федерального уровня. Третий блок – смысловой. Слушателям объясняют, как правильно расставить акценты. Четвертый блок посвящен групповой практической работе. Кто-то найдет для себя наиболее удачный инструментарий. А в личном плане, наверное, да, у меня был опыт ведения разного рода соцсетей. И, наверное, я смогу для себя что-то подчеркнуть. Ну, как минимум, в создании видеоконтента, о котором нам по большей части говорили. Школа блогеров организовал Центр управления регионом при поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области. На участие в образовательном проекте заявки подали 50 человек. 30 из них стали слушателями первого потока. Мы преследуем цель максимально интересно и полезно рассказать людям, что об их профессиональной деятельности, об их какой-то жизненной позиции они могут рассказывать людям и делать это максимально интересно, креативно. И в первую очередь показывать людям и свою жизнь, и жизнь своего профессионального сообщества. Следующий поток школы блогеров планируют запустить уже в феврале. Организаторы уверены, проект будет популярным. Отбор пройдут самые креативные. Это значит, что во Владимирской области будет больше людей, которые будут создавать интересный и качественный контент. Ирина Начарова, Александра Маркина и Дмитрий Шаталов. И к другим новостям. Улицы столицы региона начали украшать к Новому году. Рабочие приступили к монтажу праздничной ели напротив областной филармонии. Также елки установят на площади Победы, у Дома культуры молодежи, на Театральной площади и, конечно, на Соборной. А еще в областном центре зажгут праздничные световые перетяжки и установят новогодние арт-объекты. В эти выходные во Владимире с размахом отметили день рождения Деда Мороза. Праздник пришелся на 18 ноября. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в Великом Устье, на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима. Как прошли именины, расскажут мои коллеги. В Центральном парке областной столицы десятки гостей все ждут главного виновника торжества Деда Мороза. Многие пришли не с пустыми руками. Маша, например, всю ночь писала для именинника его портрет. У меня нарисован Дедушка Мороз и Снегурочка. Я вам рассказала, что будет у Дедушки Мороза день рождения, и я придумала нарисовать ему подарок. Издалека доносится перезвон колокольчиков. Дедушка Мороз вместе с внучкой по традиции приехал на санях в руках волшебный посох. Как радостно-то, как нерадостно-то, а! Никто не сомневается в чуде, поэтому около волшебника толпа детей. Все спешат поздравить именинника, желают ему прежде всего гору мороженого. Некоторые успевают даже попросить что-то для себя. Я вот загадала у него, чтобы у всех детей с детдома появились их родители. Поздравить Дедушку пришли герои сказок. Тут и Емелия, и лесные жители, и даже дракон – символ грядущего года. На сцене для новогоднего волшебника выступили творческие коллективы. Сегодня праздник, сегодня праздник мой, сегодня будем веселиться мы с тобой. Как на настоящем дне рождения были песни, танцы и конкурсы, а также главная забава – перетягивание канат. Стоп, стоп! Один, ноль! Торжество не бывает без угощений. Гвоздь праздника – царь самовар весом в 300 килограммов. Закипает за 40 минут. Модель уникальная. Он разборный. Печка внизу, кло наверху. Не надо стопить через трубу. Кран находится выше, чем нижняя часть самого самовара. Поэтому вода легкая. Все, что было в воде, оседает внизу. День рождения Деда Мороза в Центральном парке Владимира отмечают в четвертый год подряд. Чтобы порадовать маленьких жителей, подготовку к торжеству начинают еще в сентябре. Конечно, для города такие мероприятия важны. Они дарят радость, улыбку, смех. Посмотрите, как счастливы дети. Как они приветствовали Деда Мороза. Их было просто не остановить. Команда Центрального парка продолжит готовиться к Новому году. В планах – устроить битву снеговиков, рождественские гуляния и старо-новогодние гонки. Более подробная афиша представлена на официальном сайте Парка культуры и отдыха. Александр Инин, Марина Елькина, Евгений Адамов. Завтра в областном дворце культуры и искусства «13» команд разыграют кубок губернатора Владимирской области по КВН. Атмосферу искрометного юмора будут создавать подростки и молодые люди возрасте от 14 до 35 лет. В концерте примут участие лучшие команды, прошедшие школу КВН у звезд высшей лиги. Событие начнется в 18 часов. Все желающие попасть на вечер юмора могут получить пригласительные в Ресурсном центре поддержки добровольчества и молодежных инициатив. Во Владимире детей из начальной школы познакомят с новыми профессиями через мультфильмы. Поможет педагогам обаятельный робот Вовочка. Он разработан по инициативе губернатора Александра Авдеева. Он расскажет о разных профессиях, таких как пекарь, программист, токарь, ветеринар и многих других. А также покажет, где этому можно обучиться и где можно работать в любимой специальности. Проект называется «Учись 33» и реализуется в рамках гранта «Движение первых». Планируется, что такие мультфильмы посмотрят более 40 тысяч детей. После этого им предстоит нарисовать свою будущую профессию. Победителей наградят графическими планшетами, а школы получат мультипликационные студии. Скрип кроссовок, аплодисменты и незабываемые эмоции. В региональной столице столкнулись две женские команды по баскетболу. Владимирские львицы в ЛГУ и Новосибирская «Динамо». Игра прошла в рамках чемпионата России в Ишериге. По ее итогам наша команда теперь занимает второе место в турнирной таблице. О блестящей игре владимирских баскетболисток расскажут мои коллеги. Мяч у спортсменок в голубой форме. За 24 секунды им нужно провести атаку и закинуть его в кольцо. Таковы правила баскетбола. 7 секунд и спортсменка Владимирских львиц кидает трехочковый. Светлана в команде Владимирские львицы играет всего год. Хотя спортивную карьеру студентка первого курса в ЛГУ начала еще в детском саду. Талант в ней разглядел воспитатель. В свои 18 молодая спортсменка влюблена в баскетбол не меньше, чем в три года. Я всегда была очень активным ребенком и поэтому меня сразу это привлекло. Пришла на первую тренировку, понравилась. Очень уже с того момента так и до сих пор цепляет звук. Прям берет за душу, когда мяч касается сетки после забитого мяча. Владимирские львицы впервые принимают участие в соревнованиях Высшей Лиги России. Трибуны не утихают от оваций и криков поддержки. Владимирских львиц я посещаю регулярно. Если матч проходит дома, то обязательно я и моя дочка приходят поддерживать львиц. Девчонки показали потрясающий баскетбол, который запоминается навсегда. Это супер, это здорово. На чемпионат Высшей Лиги команда в ЛГУ пробилась благодаря победе в чемпионате ЦФО в прошлом сезоне. Всего в Высшую Лигу проходит 10 команд со всех уголков России. Так львицы в родных стенах встретились с соперницами из Новосибирска. Эти девушки давно зарекомендовали себя. Тем не менее победа оказалась за нами. Итоговый счет 63-53 в пользу львиц. Это старожил и этой лиги, и вообще профессионального баскетбола. И в общем-то большой успех, что сегодня нам удалось у них победить. Вчера они у нас выиграли, сегодня вот мы. Теперь нас ждет с ними встреча во втором круге уже у них дома на паркете в Новосибирске. Ну а пока мы готовимся к следующим играм, которые пройдут в среду и в четверг здесь дома. Мы принимаем чемпиона прошлогоднего этой лиги, команду Енисея из города Красноярска. Владимирские львицы настроены на победу в турнире, ведь она откроет для них дорогу в профессиональный спорт. Сейчас 8 игр уже позади. Впереди еще 18 за звание чемпионов России высшей лиги. Алексей Дудин, Александр Маркина и Татьяна Семенова. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова